В остановке бурения Обвинили слипшиеся песчинки Космонавтика 18.10.13.2019 Сложность 2.9 В остановке бурения Обвинили слипшиеся песчинки Инженеры миссии Пришли к выводу, что в месте посадки станции на Красной планете под поверхностью может находиться твердый слой с дюри красной толщиной около 20 см Который состоит из слипшихся песчинок Из-за этого у буровой установки Не получается компенсировать отдачу при ударах, чтобы продвигаться дальше А помочь ей в этом сможет роботизированная рука станции Сообщается в блоге и на сайте Запуск автоматической исследовательской миссии Состоялся в мае 2018 года Основная задача миссии исследования внутреннего строения Марса и геологических процессов, идущих в его недрах Станция совершила мягкую посадку в ноябре 2018 года в районе Нагорье Элизиум О середине декабря 2018 года и феврале 2019 года высадила на поверхность Марса два основных научных инструмента миссии Бур HP3 Предназначенный для измерения тепловых потоков в марсианском грунте И сейсмограф Сейс В начале февраля начала свое полноценное функционирование система датчиков APSS Собирающая на регулярной основе данные о погодных условиях В настоящий момент все научные инструменты миссии функционируют в штатном режиме Кроме инструмента HP3 Который ранее приостановил свою работу на глубине в 30 сантиметров Предполагалось, что Бурк столкнулся с крупным фрагментом скальной породы и не может пройти дальше Либо его задняя часть зацепилась за опорную конструкцию при встрече с небольшим камнем Из-за чего сейчас сохраняется наклон примерно на 15 градусов относительно вертикальной оси Первая версия подтверждается данными, полученными сейсмографом в ходе серии диагностических ударов Однако размер преграды должен быть более 10 сантиметров Иначе Бурк его сможет обойти или оттолкнуть от себя Однако наблюдаемое распределение камней на поверхности Марса в месте посадки сильно уменьшает вероятность того, что преградой является крупный валун Вторую версию еще предстоит проверить на опытной модели инструмента в лаборатории реактивного движения Сейчас инженеры миссии склоняются к третьей версии произошедшего Предполагается, что в месте бурения находится твердый слой с дюри краста, толщиной около 20 сантиметров Который состоит из слипшихся в результате химических реакций песчинок Бур может его преодолеть, но в процессе работы скважина все больше расширяется и заполняется обломочным материалом Что уменьшает трение между стенками бура и окружающим веществом Из-за чего отдача при ударах не уравновешивается и эффективность работы бура падает Эта версия подтверждается техническими данными, полученными инструментом Если она кажется верной, то проблему можно будет решить при помощи 2,4-метровой роботизированной руки Которая поможет уравновесить отдачу О том, как работают научные приборы И о других подробностях миссии можно прочитать в нашем материале Заглянуть внутрь Красной планеты О про загадки марсианской геологии рассказывается в другом нашем материале Сейсмограф для Марса Александр Войтюк